Хорошо, мы будем продолжать с того места, где мы остановились до нашего перерыва. Сегодня утром мы говорили о том, чтобы брать землю. Мы говорили о славе сыновей во всех сферах жизнедеятельности. Бог сотворил мужчин и женщин для смелой любви, чтобы жить с ним везде, и править, и царствовать, и на работе также. И Бог сделал большое вложение здесь, в Ялтинской молитвенной базе, чтобы молиться за это. И то, что мы делаем, это только добавляем к тому, что уже Бог здесь делает и культивирует. Мы добавили свое согласие к тому, что Бог уже делал. И мы еще больше вызываем это к существованию. Некоторые вещи, которые были некоторое время сокрытыми, теперь они открываются и становятся явными. Хорошо, мы будем продолжать, и я буду говорить. Вы слышите, что говорит сейчас Агнец? Делем? Он говорит, засели это место, преобразуй его, завоюй его. Эта территория, эта земля, она сама пророчествует, она пророчествует, чтобы быть заселенной, чтобы быть преображованной. И мы видим это, что происходит как в естественном мире, но это только отражение того, что происходит в Духе. У нас есть возможность сотрудничать с Богом, чтобы темную сторону захвата превратить в Божию сторону захвата. Мы соглашаемся с Богом о Его праведной оккупации, о Его правосудном преобразовании. И, как я уже сказала ранее, что где есть пространство, чтобы его заполнить, что-то придет и заполнит его. Мы хотим, чтобы наша земля была заполнена правосудием Божьим и Царством. Это призыв, это зов земли. Вы слышите, как земля зовет? Вы видите это? Это есть. И некоторые вещи приходят и пытаются захватить это, то, что не есть Царство. Но мы здесь, когда мы слышим этот зов земли, мы можем откликнуться жизнью, мы можем откликнуться истиной. Некоторые люди, мужчины и женщины, они призваны, это их наследие, чтобы идти в эту землю, чтобы идти на рабочие места, как сыновья и дочери, как святые, чтобы захватить, чтобы заселить, чтобы преобразовать. Это уже начало происходить, но только самое начало еще. Эта земля, она хочет святого вторжения. Я знаю, что вы можете слышать это. Я знаю, что вы можете видеть это. И когда ты это видишь и слышишь, это помогает тебе молиться об этом. В Амоса 9 главе говорится о восстановлении скинии Давидовой. И я хочу показать вам, как вот это вот вторжение и завоевание земли для царства и преобразование земли, как это является частью восстановления скинии Давидовой. Амос 9.11 В тот день я восстановлю скиню Давида в упадшую и заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю и устрою ее, как в дни древние. И вот это последнее последняя часть разрушенная восстановлю и устрою, как в дни древние. И потом мы можем пропустить и начиная с 14-15 стихи видим связь. В контексте восстановления скинии Давида, восстановления молитвы поклонения и правительства Божьего на земле в 14-15 стихе написано, что «И возвращу из плена народ мой». Посмотрите, если у вас Библия с собой, 14 стих, «И застроят опустевшие города и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них и во дворю их, на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей». Прямо сейчас Бог говорит в сердца мужчин и женщин, которые призваны получить наследие на рабочих местах. Он действует в их разуме, в их сердцах, приносит исцеление, и Он увеличивает эту смелую любовь к Богу и веру Ему, в Него. И они слышат, как Он говорит, «Будь моим партнером, давай пойдем и заселим, пойдем засадим в этих сухих частях земли и вместе мы увидим, как появится свет». Это не временное насаждение. Здесь написано, что они посадят виноградники и будут пить вино из них, то есть плоды этого виноградника. Разведут сады, и будут есть плоды из них. И никогда они не будут больше исторгаемы из земли своей. И мы все можем понимать и согласиться о том, что мы сейчас находимся во времени восстановления с Киньей Давидовой. Согласны мы все, да? Хорошо, и эта часть восстановления, мы входим в эту часть. Мы способны войти в эту часть, потому что мы позволили Господу развить это место близости и молитвы, место, где начинается жизнь. И теперь мы можем взять эту жизнь, которую мы знаем, и насадить ее на земле. Мы можем быть частью этого восстановления на земле в сферах жизнедеятельности. Бог насаждает мужчин и женщин в разных частях общества для их личное наследие, для Божьего наследия и для милости. Где бы ни были эти героические мужчины и женщины, кто бы ни был рядом с ними, они принимают жизнь, это переполнение достигает их. Бог посылает этих мужчин и женщин на рабочие места с творческими идеями, с мудростью с неба, с решениями, с теми, с идеями о том, как можно заработать деньги, чтобы другие могли заработать деньги. Это Божья милость для нашей области. Это то, как Он функционирует через нас. Наши действия в социуме, они приносят прорыв для нас и для других, даже когда они не просят об этом. И есть вот это укоренение, водворение, насаждение для того, чтобы остаться и прибыть там, как водворение, чтобы поселиться с людьми надежды, с людьми жизни, мужчины и женщины, которые знают, что Бог — благ, что Он верен Своим обетованиям. Они знают, что они сыновья, они знают, что они дочери. Поэтому они могут сказать, да, ты можешь меня посадить, ты можешь посеять меня на землю, и я останусь, и мы будем вместе приносить плод. Это начинает происходить. И немножечко уже эта волна начинается. И мы можем встать на эту волну и вместе с ней идти. И это о наследии. Это о том, чтобы идти вперед, чтобы поселиться, чтобы захватить. Чья это земля? Чья земля — Крым? Кому она принадлежит? to the Lord, to us. Yeah, yeah, right. Let's go possess, let's go occupy, as the Lord leads us. Пойдем и захватим, пойдем и заселимся, как Господь ведет нас. Я знаю, что вы помните, в Ветхом Завете историю Халева, историю Иисуса Навина, как они входили в обитованную землю. Бог сказал, идите. 13 числа — идите и захватите землю. Вы способны победить их. И Халев и Иисус Навин, они смогли ввести народ Божий в обитованную землю. И из-за того, что, во-первых, Бог сказал, иди, делай это, я дал это тебе. И потому что Халев и Иисус Навин, они знали благость Божью. Они видели гигантов, но они не запугались, потому что они знали, насколько велик Бог. Они были его друзьями. И они проводили много времени с ним. И они знали, что, когда Бог делает обещание, Он исполняет обещание, чтобы пойти и захватить, заселиться, чтобы завладеть, преобразить. Реформация грядет, культура изменится. Это наше наследие. Это наследие Иисуса, это наше наследие. И у каждого из нас есть часть в этом. Расположено ли это наше сердце быть на работе, начать бизнес, или работать где-то на какой-то уже организованной кем-то другим работе. или мы молимся и поддерживаем, ободряем того, кто это делает. У нас есть место этого влияния, нашего наследия. Давайте возьмем наше наследие. Господь сказал однажды Иисусу Навину, в 18 главе сколько еще ты будешь медлить, чтобы пойти и взять ту землю, которую Господь уже дал тебе? Захватить. Это стильное слово такое. Захватить. Это схватиться. Взять себе в наследие. Это значит принять. Оно принадлежит мне из-за того, кто есть мой отец. Также вот взять в наследие, это может значить прийти туда, почти как оккупировать, то есть войти туда и остаться там. То есть пойти туда, поселиться там, быть там и иметь влияние там. помните еще в бытии Господь сказал Адаму и Еве, пойдите, овладейте землей, владычествуйте. Это значит править. Это значит использовать власть над чем-то, быть чему-то хозяином. Это то, что Бог сказал Адаму в самом начале. Это то, что Господь говорит нам сейчас, напоминая. Пойдите и возьмите в наследие землю. Завоюйте свою территорию. Возьмите ее, она уже принадлежит вам. Молитесь так, чтобы ваши молитвы захватывали наследие. Насаждайте свой бизнес, свое дело так, что вы будете иметь успех и владычествуйте над этой сферой. Это то, что сказал Бог, это то, что Он хочет. Его сыновья и дочери, они сотворены, чтобы царствовать, чтобы править, чтобы жить в том месте, которое свыше, чтобы жить высоко на той горе в Его доме, которая превосходит все другие горы, гора, которая превыше всех других гор. И наша роль это спросить Господь, как? Дай мне мудрость и соединиться вместе и оставаться. Хочу вам еще показать историю из Луки 19 главы, где Иисус тоже говорит о том, чтобы пойти и взять это. Луки 19 глава, начиная с 12 стиха. Здесь написано, некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Но мы понимаем, когда мы читаем историю, что это об Иисусе. И в 13 стихе призвал же десять рабов своих дал им десять мин, дал им деньги и сказал им «Оккупай». Возьмите эти деньги и завоевывайте до тех пор, пока я не приду. И если посмотреть это слово, которое используется в греческом, смотрите, что там написано. Это значит делать бизнес. то есть, как заниматься бизнесом банкира или того, кто обмен ведет. Употребите их в оборот, пока я возвращусь. Он благословил этих людей пойти и делать дело, пустить их в оборот, то есть заняться делом. Иисус рассказывает нам историю в 19 главе Луки. Это история о нем самом. Это история о его царстве. Я уверена, что вы знаете эту историю. И что произошло? Он вернулся, этот высокого рода господин, вернулся к тем, кому он дал деньги, тех, кого он благословил и сказал им, возьми в управление. И вот он вернулся, чтобы посмотреть, что же произошло. Он хотел посмотреть в 15 стихе сколько, сколько из них, кто что приобрел через их действия. Какая у них у всех прибыль была, и те, кто получили прибыль в бизнесе, те получили награду. Это говорит нам, что бизнес, что работа, работа, которая рожденная от партнерства с Богом, это хорошо, это свято, это небесная идея. и за это ты получаешь награду, если ты веришь, что Бог благ и Он хочет, чтобы ты процветал царственными путями для царственных целей. У тебя есть власть, у тебя есть власть, и она увеличивается, усиливается, когда бизнес святой, свят, и ты имеешь процветание. И цели твои, цели царства, это большой концепт. Я, когда была в церкви и росла, я этого не узнала о бизнесе. И я чувствую, что сейчас этот сезон, когда Господь открывает нам это, что Иисус на земле был. Его служение как Спаситель Он был, и ученики с Ним были около трех лет, и очень многие вещи Он сказал. И вот одна из вещей, которые Он сказал, Он много всего говорил, но Лука решил, что эта история, она важна, чтобы быть записанной в Библии. Господь хочет, чтобы мы понимали, что Он хочет, чтобы мы процветали, чтобы у нас было великое приобретение на рабочих местах, в бизнесе. Это наше наследие, это Его наследие. Господин пришел, чтобы посмотреть, что произошло с теми деньгами, которые Он дал. Он смотрел, что произошло с Его собственным наследием. Святой бизнес. Святость на работе. Возможно ли это? А как это делать? Это хорошие вопросы. И еще в 14-м стихе этой истории говорится, что некоторые граждане, они ненавидели этого господина и сказали, не хотим, чтобы Он царствовал над нами. Они сказали, мы будем сами делать бизнес, как сами хотим. но была часть людей, Его слуг, которые были верные. И они сказали, мы будем с радостью делать бизнес так, как Ты хочешь. Мы будем рады служить Тебе. И они процветали. Было умножение. И была жизнь вокруг них. Другие люди получили жизнь из-за этого. И их власть умножилась. И есть награда, которая ждет их Иисус. Аминь. 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 Все на этой земле оно доступно для того, чтобы Царство наполнило Его, чтобы Царство вело Его, чтобы быть святым, потому что Его сыновья и дочери, они в том месте, они сами, те, кто они есть, они святы, они высвобождают жизнь, высвобождают свет, и пути Царства заводевывают, захватывают, преобразовывают. И это то, что Он говорит, то, что Он делает. Это партнерство с Богом. и дружба, дружба с Богом, как сын, зная, что твой отец с тобой. близкое отношение с Богом на работе. Это возможно. Это то, что Бог хочет. Это то, что Он хочет делать. И в конце концов, когда Иисус придет, некоторые из тех, кто был смел достаточно, чтобы соглашаться и верить, и принять эти ресурсы от Бога, чтобы захватить часть земли на работе, чтобы захватить это, удержать это, они получат великую награду. И требуется на это великая вера, великое упование на Бога, доверие Богу. И это сложно. Это вызов пойти против системы этого мира. Но Бог говорит, настало время, чтобы герои вышли. У меня они есть, эти герои. Они рождаются. И они входят в познание того, кто они. И мы будем молиться за это. Мы будем молиться за них. Мы будем помнить и соглашаться с Богом об этой святой армии, чтобы она вошла в землю, где сила быть сыном влияет, просто потому, что ты зашел туда. Мы растем в это. Мы растем в это. Мы уже знаем некоторых людей, которые в этом месте, которые осмелились остаться в этом призвании, несмотря ни на что, ради прорыва. Хорошо, я хочу снова начать молиться об этом. Я хочу, чтобы мы перешли вместо ходатайства об этом. То есть, наша конференция, она становится молитвенным саммитом. Потому что мы это увидели, и теперь нам нужно высвободить много молитвы и согласия с этим. Это могущественная задача, ради святости, где святость и сыновство торжествуют над всеми остальными отношениями. Я хочу начать молиться и доверять Духу Святому, что Он будет вести нас в этом. Спасибо, Господь. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. Мы хотим Тебя. Учи нас, Дух Святой. Ты тот, кто ведет нас во всю истину. Ты наш учитель. Учи нас, как соглашаться с тем, что делает Отец на рабочих местах. Учи нас, Дух Святой, как соглашаться с мечтами Папы для Его сыновей и дочерей на работе в обществе, чтобы жить там и процветать. И мы говорим снова, Господь, мы верим и мы соглашаемся с Тобой. И мы молимся сейчас относительно страха страх, который пытается быть советчиком для сыновей и дочерей, которые призваны быть в бизнесе, признаны быть на работе. Мы говорим, ты ложный советчик, мы не принимаем тебя. Мы говорим, нет страху. Мы говорим, нет страху. Мы говорим, да Тебе, Бог. Мы говорим, Дух Совета и Дух Крепости. Мы молимся за этих мужчин и женщин, которые призваны, чтобы захватить территорию, чтобы пустить в оборот то, что верено им. Мы говорим, что Дух Господен на вас. Он помазал вас для принести благую и Дух Крепости. That prospers in the land, that takes over the land, that shifts the culture. We say that you have the spirit of wisdom and the spirit of understanding, the spirit of counsel and the spirit of might belongs to you. The spirit of the knowledge of God and the spirit of the fear of the Lord is your partner. The seven spirits of the living God belong to you. We speak strength to your legs. We speak strength to your hands that hang down. We say be strong. We declare strength and might to your body and to your spirit. We declare boldness in your soul. We prophesied your heart to your mind that you are boldly loved by your Father. He loves you with an everlasting love. and you rise up in boldness in that bold love and you go into the marketplace to boldly love to boldly serve the people. We say love leads you. Wisdom leads you. the heart the holy heart that God has given you leads you. Спасибо.